Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Алексей Насонов по дороге на работу решил заскочить к знакомому сантехнику Геннадию Кормилицыну, чтобы договориться с ним о замене ванны у себя в квартире. Вот приедем в прокуратуру, там с чувством, с расстановкой разберемся, где, когда, что вы делали. Алексей Викторович, дружище, ну помоги, дружище, ты же сыщик, помоги. Они же на меня убийство увешают. Гена, тебя в убийство обвиняют? Ну да, бывает, даже смотреть на меня не хотят. И слушай, я никого не убивал, клянусь, никого не убивал. А что за убийство, в котором его подозревают? Если коротко, то в доме номер 11 в собственной квартире был обнаружен труп пенсионерки Усольцевой. Сантехник накануне чинил у нее крам. Он подозревается в убийстве. Да он вроде бы мирный мужик, может он случайно оказался не в то время, не в то месте? Разберемся. Извините, мы торопимся. Всю дорогу детектив думал о кормилицине, а приехав в офис, рассказал обо всем помощникам. В общем, в голове не укладывается. Этого сантехника кормилица я знаю уже много лет. Еще по старой квартире. Столько раз меня вручал. Нормальный мужик. Мне кажется, либо его кто-то поставил, ну либо я старею, становлюсь сентиментальным. Ну, судя по тону, мы собираемся присоединиться к расследованию, да? Ну, как минимум, я хочу выяснить, что произошло. Поэтому я сейчас в прокуратуру, а вы отправляетесь по адресу, где произошло убийство, опросите соседей. Наверняка там сейчас только об этом разговариваю. Детективу удалось добиться встречи с задержанным Геннадием Кормилицем. Я уже не понимаю, что происходит. Ген, ты для начала успокойся и постарайся вспомнить все, что было накануне, включая все детали. Все, что помнишь. Вчера вечером меня попросила Иванна, ну, пансионерка наша, попросила зайти и поменять ей смеситель. Я пришел, поменял, все чики-пуки, все отлично. Вот. Она мне даже бутылочку водочки презентовала. Ну, что потом? Потом я пошел в отсопку к себе, выпил водочки и заснул до утра. Жена-то меня не искала, потому что она знает, если что, то я на работе заснул. Вот. А тут милиция позвонила домой, меня спрашивают. И говорят, вчера вечером Иванну убили. Жена в шоке. Ну, а почему решили, что убил-то именно ты? В квартире у Иваны обнаружили мой номер телефона. Она же мне весь день названивала. Ну, и, значит, записка что-то где-то осталась, записка сохранилась с моим номером. Вот. Ну, и тут милиция, давай меня искать. И понеслось. В квартире у Иваны отпечатки пальцев чьи? Мои. А на бутылке с подводки отпечатки и ванны. Вывод. Я убил Иванну, обчистил квартиру и бутылочку еще водочки прихватил. Так, стоп, подожди. Так, квартиру пенсионерки еще ограбили? А что пропало? Так, деньги, говорят. У меня же все обыскали и верном перевернули. Они нашли, конечно, деньги. Но как они могут деньги найти у меня, если бы я не убивал? Да, невеселая история. Ну, ты, Гена, не унывай. Попробуем разобраться. Похоже, здесь тоже никого нет. Звонить мне еще. Тем временем помощники детектива пытались опросить соседей погибшей пенсионерки. Ребята, а что это вы там делаете? Вы знаете, мы из детективного агентства. Мы опрашиваем соседей по делу об убийстве пенсионерки у Сольцевой. Только никого в дом нет. Валя? Валю убили? Ой, да как же это? Да кто ж? По подозрению в убийстве задержан сантехник-кормилица. Гена? Ой, господи, а почему же на него так думают? Ну, говорят, что накануне он приходил к погибшей чинить кран. Ну и что? Что теперь на него? Все вешать? Нет. Я не тот человек, что мог убить, не верю. Нет. Ирка. Сделать-ка все свое дело. Ирка, Ирка это кто? Это дочь Валина. Дочь? Вы что думаете, что дочь убила свою родную мать? Просто знаю одну вещь. Ира хотела сдавать квартиру, а Валю забрать к себе. Валя ни в коем случае не соглашалась на это. И жаловалась мне, что житей никакой нет. Требовала. Ирка. Ну, теперь квартира освободилась. Убийство было совершено твердым, тупым предметом. Таких у сантехника-кормильца подсобки, хоть пруд пруди. Один такой молоток мы изъяли. Предположительно, им и было совершено преступление. Следы кроя на молотке нашли? Нет. Скорее всего, замыл он их. А какая сумма пропала из квартиры пенсионерки, это известно? Со слов дочери убитой, мать хранила на черный день приблизительно в порядке 20 тысяч. Вот они и пропали. Но, насколько мне известно, ни при кормильце, ни в его жилище эти деньги не обнаружены. Нет. Но это ничего не значит. Он мог их за ночь истратить или спрятать, ведь он дома не ночевал. С его слов, он ночевал в подсобке, но это никто не может доказать. А кто обнаружил труп? Дочь убитой. Она приехала поздно ночью с соседнего города. Увидев все это, она и вызвала милицию. Помощник позвонил детективу и рассказал ему о разговоре с почтальоном. Ну, она считает, что дочь Усольцевой вполне могла пойти на преступление. Ну, а что? Может быть, она и права. Дочь первая обнаружила труп, она же вызвала милицию. Но самое странное, что она приехала к матери именно в день убийства. И какие наши дальнейшие действия? Побеседовать с ней? Ну, попробуйте. Попробуйте аккуратно войти с ней в контакт. Если получится, установите в квартире камеру. А я скоро подъеду. Хорошо, постараемся. Ну, в общем, Алексей Викторович сейчас подъедет. А мы пойдем в квартиру погибшей. Познакомимся с ее дочкой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, наверное, Ирина Усольцева, да? Да, это я. Мы из частного детективного агентства по поводу убийства вашей матери, Валентины Ивановны. Хорошо, проходите. Проходите. Я прошу прощения. Я понимаю, что вам сложно говорить на эту тему, но нам просто очень важно знать, как давно вы последний раз виделись с мамой? Где-то за день до убийства я позвонила ей. Она сказала, что она приболела. Она с давлением мучилась. Вот. Я приехала, привезла лекарства, деньги. Деньги? А у нее вроде бы были деньги. Вот как раз те 20 тысяч, которые украли. Ну, так это же мама на черный день оставляла. Скажите, она что-нибудь говорила про сантехника? Да, сказала, что хочет вызвать, смеситель поменять. А то я приеду с дороги, помыться невозможно будет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Ваши помощники уже здесь. Только я что-то не понимаю, что за ажиотаж вокруг смерти моей мамы. Ведь все же ясно, убийца – это сантехник. Он пока только подозреваемый. То есть вы хотите сказать, что ее мог убить кто-то другой? Возможно. Ирина, скажите, а это правда, что вы хотели забрать маму к себе? Да, правда. Ей одной уже тяжело было. А вы откуда это знаете? Соседи рассказали. Но ведь, если я не ошибаюсь, у вас там всего лишь комната в общежитии. Не проще ли было вам перебраться сюда к маме? Да вам-то какое дело? И вообще, я не понимаю, откуда столько вопросов? Вы что, подозреваете в убийстве меня? Так, все, хватит с меня все. Мне все надоело. Пожалуйста, я не хочу продолжать этот разговор. Покиньте помещение. Ну, извините, до свидания. По заданию детектива, его помощники уже несколько часов наблюдали за квартирой у Сольцевой. Но ничего особенного не происходило. Долго нам так сидеть, а? Я уже есть хочу. Я предполагала, что рано или поздно это, конечно, произойдет. На. Позаботился тебе. С утра сделала. Леночка, ты прелесть. Я в курсе. Другое дело. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Еще мать не успела похоронить, а уже дала объявление о сдаче квартиры. Значит, ей нужны деньги. А кому они сейчас не нужны? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, 12 тысяч бессрочно. Хорошо. Да, жду. Прекрасно. Ну, теперь от клиентов отбоя не будет. Знали бы они, что в этой квартире произошло убийство. Алексей Викторович, Усольцева дала объявление о сдаче квартиры. Так, быстро же она. Ладно, тогда сегодня можете быть свободными, а завтра с утра продолжайте наблюдение. Алексей Насонов расследует убийство пожилой женщины, в котором обвинили его знакомого, сантехника Геннадия Кормилицына. Детектив уверен в невиновности своего приятеля и берется это доказать. В процессе расследования под подозрение в убийстве матери попадает дочь погибшей Ирина. На следующий день помощники детектива продолжили наблюдение за квартирой Усольцевой. А сам он встретился со следователем. Я тут навел справки про Усольцева. Так вот, разведена, детей нет. Работает в своем городе парикмахером. Зарплата нехти какая. И поэтому она пошла на убийство ради 20 тысяч? Отнюдь. Я думаю, что деньги она взяла, чтобы инсценировать ограбление. На самом деле мотивация у нее совершенно другая. Какая же? Квартира матери. Хоть дочь формально там и прописана, квартира распоряжалась мать. Ирине денег на жизнь катастрофически не хватает. Она хотела забрать мать к себе, а квартиру сдавать. Нам местный почтальон об этом рассказал. Ну, местный почтальон. Ну что, ну, смерть матери для Ирины просто подарок. Похороны только завтра, а уже сегодня приходили клиенты смотреть квартиру. У нас записи есть. Все это, конечно, интересно. Ну, как вы объясните вот это? Я тут поднял статистику по району. И вот что выяснилось. То есть вы хотите сказать, что спустя год серийный убийца вновь проявился? И на этот раз вышел на охоту в мае. Решил продолжить, скажем так, там, где остановился. Что, маньяк? Весеннее обострение? Маньяк или не маньяк, эксперты решат. Но я уверен, что это сантехник Армельсен убил. Во всех случаях убийства были совершены тупым предметом по голове. И все пенсионерки были ограблены. Следов взлома ни где обнаружено не было. Соответственно, жертвы сами пускали преступника. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Резников слушает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Диктуйте адрес. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понял. Черепно-мозговая? Хорошо. Выезжаем. Черт! Еще одно убийство пенсионерки. Но если это продолжение прошлогодней серии, то Кармельсен здесь точно ни при чем. Разберемся. Если хотите, поехали вдвоем на место преступления. Лена, скажи, а у Сольцевы точно сегодня никуда из дома не выходила? Нет, нет. Она весь день с самого утра показывает квартиру клиентам. Ну тогда снимайте наблюдение, можете пообедать, но будьте на связи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексей Викторович подъехал к дому, где произошло убийство пенсионерки Кривоспицкой. Господи, опять началось. Что же это творится-то такое? Кто нас защитит-то? Ну это же безобразие какое-то. Господи, Боже мой, у меня даже сердце остановилось, когда я Машеньку увидела все в крови. Да как это земля носит этих убийц? Так это вы обнаружили труп? Нет, не я. Оленька, медсестра из нашей поликлиники. Я из магазина шла. Решила к Маше заглянуть, на секундочку забежать к ней. Гляжу, дверь в ее квартиру приоткрыта. Ой, что это у Марии дверь открыта? Маша, ты дома? Маш? Ой, Зинаида Николаевна, как хорошо, что вы здесь. Вы знаете, Мария Петровна вся в крови. Вы вызовите, пожалуйста, скорую или милицию. Прошу вас. Ой, что это, Толенька? Ты что? Не знаю, я, я... Как же это? Смотрите, я пришла и укол поставить, а дверь была не заперта. Да, я... Мария Петровна была уже... Ой, мертва. Вы... Ну, когда я пришла в себя, мы вызвали милицию. А, это медсестра Ольга, где она сейчас? Так она там, вас дожидается. Хорошо, пройдемте вместе с нами. И я тоже? Да. Я тоже пойду. Я все скажу. Это безобразие какое-то. Здрасте. Цель вашего визита к Кривоспитской? Я участковая медсестра. К Марии Петровне приходила два раза в неделю уколы от давления ставить. Когда вы зашли в комнату, Кривоспитская была уже мертва? Да, она лежала на полу. Я подумала, что я внезапно стала плохо, теряла сознание и упала. Я проверила пульс, его не было. И тут я заметила кровь, много крови. В котором часу вы пришли? Около 10 часов утра. Время смерти хотя приблизительно можно определить? Примерно 2-3 часа назад. Смерть наступила в результате удара тяжелым предметом в затылочную область. Следов взлома на двери не обнаружено. Следовательно, хозяйка сама открыла убийце дверь. А почерк-то похож на предыдущее убийство. Значит, все-таки маньяк. Этого мне не хватало. А вы не знали, где ваша подруга хранила деньги? Покажите, пожалуйста. В минуточку. Значит, деньги на месте. Пересчитайте их, пожалуйста. Странно. Убийца не взял деньги. Ну, что скажете? Ну, пока ясно только одно. Сантехника кормилица надо отпускать. У Сольцева тоже здесь ни при чем. Она из дома не выходила. Мои помощники за ней наблюдали. Ну что, ни ваша, ни моя версия не подтвердилась? Выходит, что так. Но меня смущает то, что убийство произошло в соседнем доме с первым убийством. И прошлогоднее убийство все тоже были совершены где-то рядом. Убийца живет где-то здесь. А адрес не подскажете? Ну, ладно. До свидания. До свидания. Не верю я им. Не найдут они убийцу. А если найдут, то поздно. Он нас за это время всех переубивает. Ну, знаете, здесь не все и от милиции зависит. Вот уже второе убийство подряд, а никто из жильцов ничего не видел, не слышал. Ведь не бывает так. Бывает. С прошлого года все сидят по своим квартирам. Заперлись и никому не открывают. Сидят. Вот я, допустим, никому никогда. Никогда не открываю, кроме почтальонши. Она пенсию приносит мне. Вот как? И когда пенсию приносили вам в последний раз? Так сегодня же. Галь приходила сегодня. Спасибо. Ну, всего доброго. Насонов поручил своим помощникам найти почтальона Галю, а заодно проверить, в районной поликлинике действительно ли пенсионерке Кривоспицкой были назначены уколы. Лена и Федор встретились с директором почтового отделения, где работала почтальон Потапова. Здравствуйте. Вы меня спрашивали? Да, мы разыскиваем почтальона, которая разносила сегодня пенсию в доме 13 по улице Строителей. Вы из милиции? Нет, мы из частного детективного агентства. А чего вы взяли, что мы из милиции? Так на Галину Васильевну сегодня напали и ограбили. А нам ничего об этом не известно. Да, какой-то бандит ударил ее по голове, отобрал почтальонскую сумку и скрылся. Да, но с ней все в порядке, она жива. Да, жива, слава богу, лежит в больнице. А негодяй, наверное, где-то в игровых автоматах деньги просаживают. Детектив Алексей Насонов расследует убийство пожилой женщины. Выясняется, что год назад в том же районе, на той же самой улице, уже происходили подобные убийства пенсионерок. Но преступник так и не был найден. Помощники сообщили Алексею Викторовичу о нападении на почтальона Потапову, и он отправился в больницу. Алексей Викторович, я вот тут что подумала, пока вас ждала. А что, если бы почтальон нам наврала? То есть ты думаешь, что ограбление – это инсценировка? Ну, а почему нет? Такие случаи уже бывали. Ну, например, одна почтальонша очень любила азартные игры. И проиграла большую сумму в игровые автоматы. И решила потом отбить деньги назад. Инсценировал ограбление. Ну, а полученные деньги опять благополучно продуло. Да, ну и фантазия у вас. Почему фантазия? Это жизнь. Да, кстати, чуть не забыл. Мы были в поликлинике, навели справки. Действительно, медсестра два раза в неделю приходила ставить уколы по назначению врача. Ладно, хорошо. Я в больницу попробую договориться с врачами. А вы приезжайте в прокуратуру. Резников обещал передать какие-то документы, а я не успел. Врачи разрешили детективу встретиться с почтальоном Галиной Потаповой. Она была единственной, кто мог видеть предполагаемого убийцу в лицо. В районе двух часов я пообедала. Потом понесла пенсию в 15-й дом. А где именно это произошло? Между домами. Я шла, парень выскочил в капюшон. Вы лица нападавшего не разглядели? Я говорю, в капюшоне был. Вся глава, закрыто лицо. Я старалась мопедник нащупать перевожную кнопку. Я не успела. Жаль, фоторобот не составить. Галина Васильевна, а вы не помните пенсионерку Марию Петровну Кривоспицкую из 13-го дома? Вы ей пенсию домой приносите. Да как же, не помню, хорошо знаю. Она меня все время начинает приглашать пить. Да я сегодня ей утром, так у нее и была, да я ей пенсию приносила. А вы не заметили, у нее в гостях кто-нибудь был? Вы знаете, я-то в комнату не проходила, я только была в прихожей, я не знаю, был ли кто-нибудь еще или нет. Тем временем помощница зашла к Резникову, чтобы забрать у него копии материалов по прошлогодним убийствам пенсионерок. Это же как он ни разу не попался. Видимо, выбирал свои жертвы, зная заранее, что они не смогут оказать сопротивление. Возможно. Вот вам копии всех документов об этом маньяке. Передадите своему шефу, пускай тоже голову ломает. Ладно, спасибо. Счастливо. Помощники привезли Насонову материалы по убийствам. Несколько часов подряд детектив пытался найти логику в действиях преступника. Изучая список жертв, он обратил внимание на одну странную закономерность. Как же я сразу не догадался? Что, ну что тут? Мне кажется, я разгадал принцип действия преступника. И даже знаю, когда и где произойдет следующее убийство. Да вы что? И где же? Смотрите внимательно. Вот дата смерти всех жертв. Вот номера домов, где они жили. Даты смерти и номера домов совпадают. Все цифры нечетные. Расположены беспорядочно. Но если их выстроить в порядке возрастания, получится число от 1 до 13. Последнее убийство было вчера, 13 мая. Ну что, теперь понятно? Вроде ясно. Значит, следующее будет завтра. 15 мая в доме номер 15 по улице Строителей. Поэтому завтра берем 15 дом под плотное наблюдение. Выясните, есть ли в этом доме пенсионерки 41-43 годов рождения. Если такие есть, в доме у них надо устанавливать камеры. Как будете делать, придумайте сами. Так, может быть, так им и сообщить, что на вас может быть совершено покушение. Ну, сразу скорую тогда вызывай, потому что маньяк не понадобится. Ну, ладно, тогда, как обычно, оденусь слесарем. А милицию подключать будем? Не думаю, что следователю понравятся мои математические выкладки. К тому же я могу просто ошибаться. Да, еще. Лен, сходи в районную поликлинику. Вот список жертв. Выясни, кого из них еще посещала медсестра Ольга Шаповалова. Вы думаете, что... Мы обязаны проверить все. К тому же на первую, кто обнаружила труп. Выяснилось, что в доме номер 15 по улице Строителей проживали две пенсионерки нужного возраста. Зинаида Гусева и Евгения Иванова. Помощнику удалось установить в квартире Гусевой камеру наблюдения. Иванова дверь ему не открыла. Все утро детективы наблюдали за домом, но предполагаемый убийца так и не появился. Сдается мне, Алексей Викторович, что вы все-таки ошиблись в расчетах. Да не торопи-то события. Ты лучше иди присмотри за квартирой Ивановой, где мы камеру не установили. Так она мне даже дверь не откроет. А тебе не надо к ней заходить. Ты в подъезде будешь. Если к ней кто-то придет, сразу дай знать. Хорошо. Неприветливые тетеньки работают в районной поликлинике. Надо было, вон Федора к ним посылали. А по существу? А по существу ни к кому, кроме Кривоспицкой, медсестра Шиповалова не ходила. По крайней мере, по назначению врача. По поручению детектива Федор занял наблюдательную позицию у квартиры пенсионерки Ивановой. А Алексей Викторович и Лена продолжали наблюдение за квартирой Гусевой. Наконец, в квартиру позвонили. Ну, скорее всего, родственник. Похоже, что она его знает. Неужели опоздали? Держи. Алло. Ну, ложная тревога. Наша старушка уже опять смотрит телевизор. Ой, сейчас пошла куда-то. Ну, куда, куда. На твой звонок отвечать, наверное. Вы кто? Спокойно, спокойно. Маленькое недоразумение. Не трогайте его. Это мой внук Костя. Извините, я сейчас все объясню. Кто там? Евгения Борисовна, это я, Оля. А, это ты, Оленька. Проходи. Здравствуйте. Уж поздно ты как. Да, вызовов много было. У меня что-то спина разболелась. Уже жду тебя давно. Так что, извините за это недоразумение. И забыл спросить, а что за грохот у вас был? Да я там с водой ранил. Но еще раз извините, всего доброго. Всего хорошего. Да, Федор. Тут какая-то Ольга к старушке пришла. Видимо, медсестра. Что мне делать дальше? Так, неужели все-таки Ольга, а? Не дай выйти из квартиры. Сам не суйся, это может быть опасно. Ну что там? Пока тихо. Давай, быстрее, что-то копаешься. Она жива, быстро, скоро. Ну что, медсестра Олечка, теперь уже не отвертеться. На вашей совести семь жертв. Ради чего вы это делали? Все не заслужили смерти. Жаль, что вы мне не дали закончить. Детективы задержали Ольгу Шаповалову и доставили ее в прокуратуру. Бедные, одинокие женщины. Чем они перед вами провинились? Передо мной провинилась только моя мать. Ее первая отправила на тот свет. Так, первая жертва. Агафонова Полина Матвеевна. Проживала улица Строителей, дом 1, квартира 26. Убита 1 марта 2007 года. Это что, ваша мать? Да, это моя мать. Вы знаете, я в детстве очень любила математику. Да и вообще точной науки. Я хорошо училась в школе и собиралась поступать в университет. А она всю жизнь мечтала стать врачом. Поэтому и мне пришлось поступать в медицинский. А я провалила экзамены. Поэтому она заставила меня закончить медучилище. Бред какой-то. Точно бред. Сказали бы это лучше ей, когда она еще была жива. Она вообще ненавидела мужчин. Поэтому мне нельзя было общаться с мальчиками. Но все-таки у меня появился молодой человек. И мы поженились. А потом она узнала и заставила меня с ним расстаться. А единственное, что я могла составить, это ее фамилию Шаповалов. А других, других зачем женщин вы убивали? Они были такие же твари, как и моя мать. У всех моих подруг из-за них не сложилась судьба. Они нам просто мешали жить. Так, стоп, стоп, стоп. Что, Ирина Усольцева ваша подруга? Это она заказала мать? Да нет. Никто никого не заказывал. Просто мы учились в одной школе, напились как-то и поплакались друг другу, чисто по девичьи. Тут-то я поняла, что все наши беды только из-за наших матерей. Они просто мешали нам жить. Сломали нам судьбу. И вот таким образом вы решили отомстить за всех своих подруг? Почему же отомстить? Я просто восстановила справедливость. Это было очень легко. Все меня очень хорошо знали и все от чего-то лечились. А я им подружеские уколы делала. И они меня очень любили. А эти математические игры, они вам зачем понадобились? Для развлечения? Да нет, просто мы все учились в одной школе. Наша сторона нечетная. А отчетная – это другой микрорайон, другая школа. Мой дом первый. А дальше я двигалась по порядку. Я вообще люблю порядок. Порядок чисел. А вы правильно все подметили. Жаль, только мне совсем немножко осталось. Еще два дома. И все. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Ольгу Шаповалову невменяемой. Она была отправлена на принудительное лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова